Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем занятие, которое я вел в 90-е годы, до 2000-го года в Потеряевке. По темам, что случилось, человек какой пришел. Вот занятие по темам в Потеряевке. Чужой. Некоторые считают, что раз мы верующие, нам некого опасаться. Двери домов, не за чем запирать. Машины так и стоят на улице с ключом сжигания. Что ангел-хранитель мою машину не сможет сохранить. Я же молюсь ему, он ее крыльями прикроет, и с разъезда люди ее не увидят. Вот что значит глубокая вера в Бога и не веря в здравый смысл. Это я веду занятия и говорю. Таких людей трудно найти даже в Библии. А у нас они есть в каждом доме, даже по несколько человек. Но поговорка гласит, что двух дараков на одну деревню это уже много. Подумаешь, что я к себе в дом неверующие приглашаю, да еще и выпьем мы. Так ничего же не будет. Он мне по работе нужен, забор городить, навоз вывезти. Да мало ли что можно нагородить языком. Я за них ручаюсь головой. Эти люди хорошие, лучше наших верующих. Мы поинтересуемся сегодня, что об этом говорит Библия, жития святых. Что об этом говорят каноны церковные, святой православной церкви. Что говорит опыт, какой мы приобрели и наши отцы, что нам они заповедовали. По уставам нашей деревни пройдемся. Слушайте напряженно. И все это записывайте без пропуска, потому что в Потеряевке уже сложилась крайне неблагополучная обстановка. Несоблюдение этого принципа отделенности царствует. А Господь отделяет своих, отделяет всегда. Началось то, что надвинулась настоящая кража. У батюшки у Вери канистру добрую, полную бензина. У Кирилла алюминиевой решетки. У Игоря магнета с трактора сняли и другое. У нас в лагере даже рукомойник утащили. Главные виновники этого те, кто сам живет по-мерзки. И к ним эти похожие люди едут на них. Это открытая врата для всех. Отвечает, ты не хочешь принимать, ты не принимай. А я если хочу принимать того, то я и буду, и мне никто не укажет. Вот такие подобрались жители уже на сегодняшний день. Отвечаем, не будешь принимать. Деревня это один дом. Ты привел безбожника, он шарится у тебя по двору, значит он будет у меня через час. Ему легче утащить, чем заработать. А на следующий день он уже не один будет, он с живой приедет. А она будет в брюках, хотя и предупреждена. Но Сережа этот, о ком говорится, разъезда, наш устав и не обещался соблюдать. В деревне главные ворота для безбожников были у Павла. Теперь с центра этого несчастья сместился к Миши Никитину. У него всегда будут эти люди, и дом превратится в шинок. Ворованная поплывет отсюда и туда. Тревога. Они ходят, высматривают, выглядывают. И в какое время он придет, днем или ночью-то, к нему никто и не подойдет, чтобы спросить, откуда он. Он же скажет, что пришел вот к такому-то. А если никто ему не встретился, то он мешка четыре муки щитыркнет, стока у Игоря Барбашата, и хватит, пока новая не наложит ему. Входят через двор, их уже собаки знают, они прикормили их. Тут всем дорога, и шлагбаумов совести никакого. Хозяина дома нет, а они зашли в дом и сидят, ждут его. Эта беда так велика, что подкосит под корень все, что вы тут делаете сегодня. Будете криком кричать, и свинья будет возле подушки стоять. Будешь опасаться за скотину и за ребенка. Сегодня уже 10 лет, как я, отрублю об этом. Но дух мирских людей более преобладает в деревне, чем строгость устава. Сегодня я опять говорю об этом, потому что чувствую эту беду. Устав принимали на общем собрании, но составить его поручали мне. Заложили в него все, чтобы жить в тишине и благочестии. В мире практически все делается одним человеком. Потом Конгрессы утверждают, Моисей написал пятикнижие, а теперь это принято всей страной. И не худо, если 3600 лет исполнять его. Хотя и Ездра, и Неемия трудились по собранию книг, но все священно Богом. Коллегиально не рисуется и доллар, левитам. Русский человек один доллар-то в Америке нарисовал. «Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Эзекииль. «Они должны учить народ мой, отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто». Деяние. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Говорят, «О, но мы тоже деревню образуем. Образуйте, чтобы были вот такие правила». Рядом там с Карапятова или какое-то было, с Карапятова тоже. Приехал мужик, 48 автомашин только у него было, грузовых там. Двухэтажные дома начали строить. Все рассыпалось, ничего нет. Воровать начали, блудить. И вот у нас такие люди появляются. Ворованные, им даже ничего не стоит это купить. Ну, как уголовники. Но вымылись все. За 10 лет ни одного не осталось. Будет другой народ. Чужие люди пошли. И они уже не посторонние. То есть в прошлом году задержали ворах, поймали. У Игоря 300 литров солярки утащили. Ну, милиция приехала. Все это ролик у нас стоит здесь. Ты будешь тут посторонний и съедешь отсюда. За бесценок все это бросишь. Еще в раю, когда человек был безгрешен, было бы определено, что твое и что чужое. В Библии 170 раз упоминает слово чужой. Значит, следует отличать свое, чужого. Следует отличать, я спрашиваю. Бытие. А дерево, познание добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. У нас в уставе деревенском 40 пунктов. И написано, появился посторонний. Кто его увидал, сразу подойди спроси, кому приехал, зачем, что. Деревня как один дом. Были такие люди, которые думали, но неужели смерть не может сделать исключение хотя бы для него и обойти его. Дьявол был там чужой, но Ева не остереглась. Это Лев Толстой так думал. Адам не поберегся. Дьявол же подсказал, что будет не так, как Бог говорит в бытие. Но знает Бог, что в день, в который ты вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот что за этим кроется. Бог не достоин доверия. Вот что. Первая она. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Не верующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Когда человек не верит, он как бы говорит, нет, врешь ты, это не так, так я тебе и поверил. Кто кому верит, тот того и раб, и сын. Кто поверил больше не Библии, а тому, что с ней не сходится, тот стал чадом дьявола, который Петра. Обещает им свободу, будучи сами рабы тлений, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Дьявол, конечно же, был чужой. Он человека не творил, ранее устраивал, хитростью прополз туда и стал делать так, как хотел. Зашел змея и прошипел, прокликотал ему, не умрете. И вошло это в сердце и в кровь человека. Этот первородный грех, не веря Богу, уже заложено в ребенка, ибо оно по природе физической есть чадо лжи, чадо гнева, а не чадо Бога. Ребенок, как ангел. Душа по природе христианка у каждого. У Адама христианка, а у остальных языческая природа рождается. По природе творения, бессмертной и безгрешной души мы все христианами должны бы быть. Но плоть господствует над душой. С левой стороны стоит левая партия коммунистическая. На суде Божьем стоящие слева пойдут в огонь вечный от Матфея. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный. Уготовленный дьявол и ангелом его. Что человек слушает несогласно с Библией, для того ухо его с правой стороны уже закрыто, а с левой стороны очень открыто, очень широко. Святые это так прямо и видели, что стоит дьявол и говорит на ухо. Обвесь его, удар его. И когда понимали, что с правой стороны все же может услышать божественное, то проклинали его, как бы отторгая от Бога. Солом 108. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесну его. Одесну и с правой стороны на проклятого человека. Накажи его, Господи, чтобы у него не было защиты, охраны. Чтобы была охрана. Ты должен быть тем, кто с правой стороны. У русской нации исчезло чувство самосохранения. Это особая тема и легко доказывается. 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 Русская нация сегодня из всех наций в мире самая быстро исчезающая с лица земли. И уже не знаю, можно ли вызывать к Богу о сохранении этой нации. Может только верующих и надо молиться. Эта нация изжила себя. И поведение ее говорит за себя в фильме. Ермак, сын Хана Кучума, Тимур, спрашивает. Почему же русские побеждают? Отец и отвечает, что изживает себя нации и пришел черед их наций. Когда ставили этот фильм, то режиссер уже никак не мог быть на стороне врагов России. Но и пропустить эти слова Кучума не мог мимо. За ними и наша очередь уйти со сцены мировой. Третьи ездры. И видел я сон. И вот поднялся с моря орел, у которого было 12 крыльев пернатых и 3 головы. И вот орел встал на когти свои и спустил голос к перьям своим. И сказал. Не бодрствуйте все вместе. Спите каждый на своем месте и бодрствуйте поочередно. А головы пусть сохраняются на последнее время. Поэтому исчезни ты, орел, со страшными крыльями твоими, с гнусными перьями твоими, со злыми головами твоими, с жестокими когтями твоими и со всем негодным телом твоим. За что? За отступление от Бога. Беспокаянные времена от Иоанна. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Русский народ потерял ориентацию. Запустили сейчас всякие секты. И главное, что священники не проповедуют Христа в народе, а вцепились в храмы, в иконы. Сейчас говорят, что могут провести закон, чтобы запретить свидетелей Югову. А что запретить? Ну, в некоторых регионах как бы сняли их с регистрации. Ну, они как были, так и будут. Их же никуда не денут. Они как ходили, так и будут ходить. Они работают. У них надо учиться, смотреть на них. Чужие бывают божества, люди чужие, чужие вещи, чужие земли и так далее. То, что тебе не принадлежит по наследству, не куплено тобой на чистые деньги. Слово «чужой» впервые встречается в семейной жизни, когда дочери разговаривают о своем положении по отношению отца Лавана. Не за чужих ли он нас почитает, ибо он продал нас и съел даже серебро наше? И последний раз Библия употребляет это слово, касаясь уже сохранения веры истинной евреям. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Именно в семье сегодня такое чуждение бросает муж жену, жена мужа, детей, родителей. Зачатого ребенка убивают в утробе. Они чужие, ненужные, нежеланные. И страна относится к своим гражданам как к чужим, бросив 25 миллионов своих сограждан в ближнем зарубежье только. Как будто кричат правители, что не нужны молодые ребята, милиции служащие, и отправляют их туда, чтобы доказать, что там войны нет. В Чечне профессиональные военные из других стран убивают русских, а туда шлют желторотых младенцев. Разбирались, кому продать дочь народа своего, не чужому исход. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее. А чужому народу продать ее господин невластен. Когда сам пренебрег ею... Ее. Ее. Тут же по Теряевке в отношении скотины такой закон мог бы действовать. Вез телку Павел из Москвы, и тысячу не дали ему. Он ее в Ермачиху продал. Смешно и печально. И ведь не просто продал, но с обвинением. Любы в том, что она нарушила договор о молоке. Объясняя Павлу, что договор имеет силу до тех пор, пока нет высшего договора. Американцы имели 175 договоров с Ираком. И они очень щепетильны в этом отношении. И там так твердо держат это слово, что если даже и устно ты договорился и нарушил, то тебе будет такая молва, что ты будешь исключен из всех списков. С тобой никто не будет иметь дело. Ты сгоришь, в трубу вылетишь. Началась война с Ираком, и было объявлено, что никто не имеет права торговать с ним. Договоры полетели прочь. И никто не упрекнет этих американцев. Есть Сенат, высшая инстанция. И они так решили. Советские решили так же торговать, как было и до войны. Арестовали это танкеры, их нефть, слили и отправили домой с пустыми баками. Разгрузили, дали пинка и вылетели до России. Там не зря эсминцы стоят. Даже страна против этого эмбарго не может ничего сделать, чтобы врага поставить на колени. Так и здесь у нас в деревне уже прошло собрание. Человек объявлен заразным. Он халит все, разрушает устав. Тут и пошел отбор негодных. Будет крестный ход. Твой дом попадет в этот круг? И ты засохнешь. Будешь с левой стороны от правды стоять. Твои договоры, что были с этим негодным человеком, заключены. Они полетели все. И Люба тут права была. Прекрати возить твое молочное в город, потому что ты не вылазишь от Калашниковых. Когда вышел запрет после того, как Петя встал на сторону поганейшей газеты «Московский комсомолец» на Алтае и выступил на суде вместе с креветниками против всей общины. Правда, Павел все же согласился. Да, согласен. Вот и через хмель пробивает искра. А тут на трезвую голову не дошумишься. Есть высшее, есть общинный совет, есть законный священник. А тот договор, заключенный в стадии мира, теперь переводится на рельсы войны. Нашелся в том доме человек, открывающий тайны, предатель. А ты в этот дом с Калачом входишь. Да зачем же ты тогда и нужен такой в общине? Сексота нужно вырезать как роковую опухоль. Роковую. Раковую. Ну, раковая это рак, а роковую это человек приговоренный. Это же разные совсем значения. Ну, и роковую слов пишется, а раковую через ай. Да, не роковую. А ты попадешь в этот дом и говоришь, что ты желаешь с ними быть. Это твое право. Но у нас не принуждай с тобой знаться. Стали чужими для всех верующих, но зато своими для чужих. Еще сам себя оправдывает тем, что не одобряет Сексота. И выехал этот Петя, и выехал Павел. Никого нету. То есть церковь все время самоощущалась. Это деревня. Да, не оправдываешь, но не противостал. А противопотворствование есть такой же грех, как и соучастие. Когда я скажу беззаконнику, смерть умрешь, а ты не будешь вразумлять его, и говоришь, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взащу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Вынесено решение, что этот человек чужой, а ты все требуешь доказательств. Это придет к тебе только через полтора года, когда ты уже полностью прокис, как Женя с Сашей. То дела, то дробилка связывала, и покаяния перед общиной нет. И потому такое состояние сегодня у него, как совершенно чужой человек, ни об одном деле не может правильного осуждения дать. Все трухлявое самооправдание. В совет общины входят четыре человека и пятый батюшка. Решение совета учитывается даже в районе, а живущие рядом пренебрегают. Такого нет ни в одном государстве. Беззаконные делатели, если ты там не покоришься, то тебя или арестуют, или ты обязан убраться из этой страны. Тебя заставляют подчиниться, как пленного раба. Везде есть правило. Ты хочешь за границу поехать, но у тебя в паспорте одна буковка не так прописана, и будешь сидеть, пока не решат, ты ли это. Есть закон, запрещающий вывозить старые иконы, и ты их не вывезешь. Нет закона расхищать национальное достояние. Есть свое и есть чужое. Батюшку мы всегда звали Аким. Оказывается, по правильному Иоаким. Так вот эти две буквы подставить, сколько он мальты принял-то. Приезжает другой человек совершенно, пока не переправил паспорт. Так это мое. Правильно, но плюс к тому, это еще и церковь принадлежит, и государству. Бог объявил все народы вокруг Израиля чужими народами. Никакого общения с ними. Единственное, что ты мог им продать, то, что своим нельзя продать. Удавленину. Так и у нас во время поста своим нельзя продавать сливки. А чужим можно, второзаконие. Не ешьте никакой мертвящины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее. Он пусть ест ее. Или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Женщина самарянская говорит ему. Как ты, будущий иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Трозаконие. И сказал Господь Моисею. Вот, ты почиешь с отцами твоими. И станет народ всей блудно ходить вслед чужих богов этой земли, в которую он вступает и оставит меня. И нарушит завет мой, который я поставил с ним. Жить не по лжи, о чем ратовал Солженицын. Это значит не иметь общения с тем, что чуждо твоему убеждению. А наше убеждение основано на Библии. Не ходи с чужими на демонстрации. Заставили нести портрет Брежнева. Идущий сзади два раза наступил ему на пятки. Тогда он размахнулся на него портретом генерального секретаря КПСС и обматерил его. Как трахну по башке этим чучелов, будешь смотреть, куда наступать. Так и с пустыми пузырями идут и машут ими правителем-маразматиком, стоящим на могиле проклятого пикмея на мавзолее. Кто не приходит на занятия, они что, нас считают за чужих? Тогда кто же им свой? Я на занятия принес сразу с помощью братьев четыре рюкзака книг о крещении, чтобы доказать на практике, что сегодняшнее крещение в патриархии есть дикая, несусветная ложь и жульничество над простодушными. И чтобы еще с книгами разобраться, я готовился к этому сорок лет, и последние две недели не вылазил, чтобы по этой теме все выбрать, чтобы ты знал волю Божию, а ты пренебрег, Матфея. Тогда говорит он рабам своим. Брачный пир готов, а званные не были достойны. В суде поднимали вопрос, почему не давали пить Дружинину? А я бы вопрос ставил иначе. Почему он за пять лет не выкопал себе колодец, пил воду чужую? Это милиционер-подполковник, и с ним судились. Он давал клеветать нам всех, ну и пришлось подать за клевету. Четвертое царство. Я и пил воду чужую. Неужели вам нужно, чтобы на земле нам отданной опять бродили матерщинники? Сколько мы тут труда потратили, чтобы они больше тут не гадили, не оскверняли землю, Иов? Которым одним отдана была земля, и среди которых чужой не ходил. Заметьте-ка, какие подтверждения, какими местами писание-то. Я больше ста раз был только в администрации, и каждый раз нужно было писать документы и молиться постоянно. Землю вокруг деревни нам отдали, а ты вносишь свое, ее загаживаешь этими чужими людьми. Теперь тишина, кукуют кукушки, кричат грачи, и ни одного мата не слышно. Везде стоят велосипеды, машины, и так хорошо. Не зовите сюда чужих по пустякам. Иисус на 7 главе Ахан, а один взял из заклятого, но погибло во время сражения 36 человек. Ему это не было прощено. Но наказание навелось и на него. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сын Назарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было. И вывели их совсем на долину Ахор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор, даже до сего дня. Ну дочери-то при чем? Они дома сидели, знать еще не знали. На войне тот был, тот взял из заклятого. Он взял из заклятого. Что нужно было сжечь? У нас заклятое что? Запрещено рассчитываться бутылкой. И однако уже эта зараза появляется с приездом торгашей, оставшихся в общине. Таких только двое, не сгнивших до конца. Это на базаре, который торговали. И нарушители устава нас считают чужими. И двое переехали по деревку. Эти были в общине, 14 человек, все ушли. Они там сосиски переварили, пирожки там на базаре, базарные кормили. Я никогда не знал, какая зараза вот эта. Ну потом стал искать, увидел, когда Феофан Затворник говорит, если едешь через Бара, то скорее, ну-ну-ну-ну, чтобы только проскочить. Даже проехал, и кто к тебе зараза пристанет? Это они торговали. Все сгорели до одного. И двое остались, вот гниют и гниют. Ну они, один выехал, по деревке один остался. Иов, Иов 19 глава. Пришли в доме моем, и служанки мои чужим считают меня, посторонним ставя в глазах их. Вот вот я беру к тому, что у нас. Слон 53. Ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей, они не имеют Бога пред собою. Когда мы их призываем к порядку, чтобы они не несли сюда закваску мира, они считают, что мы их поносим. Им ближе и любезнее мирские люди, и это так наглядно было явлено в суде. Как хорошо, что был этот суд, и наконец-то размежевалось все. Все, все суды они проиграли, пришлось заплатить и прочее. Это все в открытых окон, в книгах у нас помещенных. Ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей, они не имеют Бога пред собою. Как могу тебя считать своим, если тебе слово Божие не свое? Поналезут чужие, и потечете вы отсюда. Солом 108. Да захватят, взаимодавят все, что есть у него, и чужие, да расхитят труд его. Все растащили. Разворовали чужие люди. У Павла там что-то было, он говорил, там сварочный, кажется, аппарат. Все утащили. Завтра требуху коровы свои будешь в околке находить. Как Виталий сказал, да тут полдеревни на чемоданах сидит. Этим вроде бы и себя оправдал. А что ты внес для того, чтобы чистота во взаимоотношениях была, чтобы было полное послушание и достаток? Не противился ли ты, батюшки? Первое это поколение уйдет в песок. Да и из тех, кто придется за ними, еще сколько отсеется из-за своих мирских наклонностей. 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 Ну как-то прям, ну не договариваешься. Наклонностей. Дети, от них народившиеся, они войдут в обитованную землю, а эти погибнут в песках. Каждый вокруг своей горы греха будет 40 лет кружиться. Спрашиваю Мишу, ты можешь поручиться за этих людей, что у тебя околачивается постоянно, что они тут не будут безобразничать? Да, могу, на все 100%. Вот такое безответственное поручительство. Все, воровано-то стащили, то чего только не было. Причи. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Поехал в корчу, один мне пишет, тоже о нем отрицательные отзывы даже окружающих людей. На каком основании ты можешь ручаться за совершенно неверующих людей, в которых вообще нет ни одного тормоза? Тормоза. Тормоза. И они к тебе на конях, на мотоциклах едут, на машинах. Только вертолеты еще не садятся, и самолетам негде сесть. Выходит, что человек совершенно не знает психологии неверующего человека. Значит, ты такой же. Кто такой безбожник, может знать только верующий, которому Бог открыл о них и о всем. Петра Коринфянам. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Характеристику неверующим безбожникам дает Бог. А ты чего же ручаешься за этих нечестивцев, врагов Божиих, Ефесянам? Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Мы были безбожники. Трот Тимофей. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Девятнадцать параметров, что эти люди негодны. Ксим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могучих дойти до познания истины. Я ручаюсь, что они потерявки, ничего не возьмут. Ах, вот как! Волк не режет там, где его логовище. А человек этого не понимает, и где он находится, там и воруют. У тебя уже украли баллон с газом? А у него украли баллон с газом, выставил, заправляет на газ, вышел, нету. Римлянам, потому предал их бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие из-за своего заблуждения. И как они не заботились иметь бога в разуме, то предал их бог превратному уму делать непотребство. Так что не исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Двадцать три параметра характеристику дают, а я за них мучаюсь. Они знают праведный суд Божий, что сделающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Кто искал своего, у того дома же забит крест накрест. И этот тут же участь разделит. И при том мы никого не выгоняли, они сами бегут отсюда. Мы только начинаем молиться, а вас уже подпекает, и вы будете ощущать эту температуру. Есть своя жена, а есть чужая, прище. Потому что блудница глубокая пропасть, и чужая жена тесный колодец. Она как разбойник сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. Вот так. Чужая всегда приятнее, прище. Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елее речь ее. Один этим начал заниматься. обнаружилось, все подтвердилось, и она сказала, что было. Тесный колодец. Как только туда провалился, так и не вылезешь. Бока все издерешь, провоняешь, и будешь орать в глубине этой ямы. И убедились, что и хороший колодец приходится бросать пакостнику. Прича. Глубокая пропасть уста блудницы. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Прича. Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от рестивого языка чужой? Прича. Чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, который умягчает слова свои? Прича. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванной ею. Но ты отскочи немедленно месте, не останавливая взгляда твоего на ней, ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой удаляйся и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время и чтобы прибавились тебе лета жизни. А какой он в воде говорит чужую воду не пей? Что это означает? Ну, что означает? Ну, не прелюбодействуй. Дальше. Тысячи. Глаза твои будут смотреть на чужих жом, и сердце твое заговорит развратное. Когда чужих в себе будете вводить, то чужие пойдут ваши труды. Экклезиаст. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он, но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Когда чужие в дом вошли, а тебя там нет, у него может и осесть твое. А если взял во дворе, то он скажет, тебя не было, я бы взял, потом решил отдать. Ты первый будешь от них страдать, Мишенька. 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 Не пойму, ну не меньше сто раз тебе говорил, четко ясно проговаривает слова, ничего не могу сделать. На ваших полях пасутся то гуси любины, то телята. По совести, по совести, или они топчут пшеницу, Мисая, земля ваша пустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в глазах стедают чужие. Все пустело, как после разорения чужими. Это самое настоящее воровство. Какая разница? Потралил у Игоря Барабаша стисковую пшеницу, или в карман залез к ним за деньгами, которые они приобрели, бы от продажи этой пшеницы потоптанной. Кто пас? Вася. Марина, мать Васи, подает голос. Они не пасутся, отстают от стада. Если не пасутся, их не брать или привязывать на веревку возле дома, но не нарушать десятую заповедь. Исход 20 глава. Не желай дома ближнего с твоего. Не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его. Ничего, что у ближнего твоего. Как Пушкин говорит, вот это заповедь я могу выполнить, кроме одного. Говорит, как это так, не желай рабыни его. Я, говорит, не могу это выполнить. Бог прямо грозит нам за связь с безбожниками. А еще и пошли слухи, и приезжали очевидцы, что Миша с ними выписывает и у них... Что делают? Выпивают. Выпивают и у них в бригаде и дома. Позор и бессовестность. Зачем же вы сюда приехали вообще, Исайя? И с сынами чужих они в общении. Какое точное место? Вы совсем как безбожники, от чужой лозы населены, Исайя, ибо ты забыл Бога, спасение твоего, и не воспоминал о скале прибежища твоего, а от того развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. Почему у тебя дома чужие? Дома чужие. Дома чужие. И выпивает с тобой, потом бензином рассчитывается с вами. Полчаса у тебя поработали с тракторенком и уже готовы на карачках лезть. Вышли напротив батюшкиного дома и храма, матерятся, на чем свет стоит. Что это такое? Исайя, Господь поклялся десницей своей и крепкой мышцей своей, не дам зерна твоего тем более в пищу врагам твоим и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. У них машина не заводится и они матами пуляют на всю деревню в вечернем воздухе. Зачем же сюда эту заразу везешь, окаянный? Я тебя, Миша, спрашиваю, как тебе не стыдно? Твоя тактика очень понятна. Работать сам не захотел, а нанял их навоз погрузить. Денег не дал им, а так, бражки Танюшкиной сунул этим сам, и они налезались и тут развезли в свою грамматику. И мы бы его не знали, если бы у них машина не заглохла. Это уж Бог выявил пакость эту. Стали тебя, Миша, спрашивать, а ты лгать еще начал, что им не доподавал, что они приехали такие пьяные. Душу свою губишь, поберегись, грозное тебе предупреждение отныне. Ни один лжец в Царствие Божие не войдет, да и в другой раз. Как тебе верить, откровение, боязливых же неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Эта смерть вторая, Иеремия, за то, что не оставили меня и чужим сделаем место сие. Зачем вам нужно такие нарекания от нас слушать, И если тебе так все чужое, и твои любимые безбожники тебе дороги, то езжай под Степную или в Корчино. Он уехал в Корчино, и там перекупает, мясо потом продает, вот такое, то есть он работать не хочет, а именно вот переторговывать где-то, раньше как это называлось? Спекуляция. Душа, как непривязанная скотинка, бродит по чужим полям и помойкам. Явно, что не по назначению поселились здесь, не цените божественное устроение земли. Плач. Наследие наше перешло к чужим, да мы наши к иноплеменным, Иезекииль. И отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И мальчишка в универтеме, матерится в лагере, в школе в Корчино, неверующая, деревня, и на него учтира жалуются, матерится как, это все же из дома идет. Сделались чужими для меня. А ком это из нас? Не приведи Господи, чтобы это случилось с нами. Тебе все время хочется быть расхристанным. Рубаха расстегнута до попа и без пояса. Так и иди к ним, где все так живут. Зачем тут мучиться с нами, окаянами, языки? Так говорит Господь Бог. Никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотем. Напоминаю тем, кому не нравится наш устав деревенский, он может быть изменен. Напишите и дайте объяснение тому. Соберите две трети населения и поднимите этот вопрос. Чего вам надо? Так поставьте вопрос, чтобы женщины могли ходить голышом, а девочки в брюках, чтобы курили в домах и пили напрополую. Чего же вы хотите? Напишите и примите такой устав. Община разделится пополам. За вами не все пойдут, урок Остя. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. Занятия для них чужие. Вы боитесь лекарства, которые учат тебя. Это слово сжет и меня, что я говорю. Заскорузлая твоя душа не хочет идти на свет Божьего восстановления, 1 Петра. Только бы не пострадал, кто из вас как убийца или вор или злодей или как постигающий на чужое. По полям ездили с диаконом и кто ворованное продает пшеницу и комбайнеры чтобы у них покупать. Преступление. Чужое купить на полях за бутылку. Он тебе комбайн и разгрузит. Колхозное же не жалко ему, а ты и рад. Или шпалы ворованные столкнет тебя за бутылку. Доводишь аппарат сварочный. Я уже говорил на эту тему. Если мы узнаем, что что-то будет ворованное, то в тот же час вызываем милицию по телефону. Это железно. Загремите сразу отсюда. Ворованное тут табу. Посторонние те, кто находится на той стороне. Это слово встречается в Библии 21 раз. Притчи. Для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Матфея. Остерегайте же людей, ибо они будут подавать вас на судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Если ты овца, или только прикрылся бородой, и если нечестивец к тебе заезжает, оскверняет табачным духом и воздух в комнате, то ясно, что он не изменился. Тогда определи, кто ты. Если ты овца, то можешь лишь ждать волка, чтобы он у тебя надухом зубами почалкал. Значит, ты хуже этого волка. Тот открытый волк, а ты овечьей шкурой прикрылся и выдаешь себя за овцу. Недавно встретил в камере в тюрьме Канискина. Шел он по делу горбуновой убийцы, по которому и ты шел, Миша. От этого дела ты сумел условным сроком оделаться, но теперь тебе каменная дверь хлопнет пожестче по спине. Подумай о ребятишках, о жене, о матери. Зачем тебе нужны эти ямы и логовища и вертепы, Сирахов? Какое общение у волка с огненком, так и у грешника с благочестивым. Третья ездра. Итак, встань и вкуси хлеба и не оставляй нас, как пастырь своего стада в руках лукавых волков. Староста, наведи в этом порядок, чтобы посторонних тут не было. Главная прорва в этом, матушка, у нее гуртом и всегда чужие. Прилепиться к дому, к любому. И кто выгоду несет, с кем-то доехать, продать. Я слышал, как один сказал, говорит, хоть, говорит, сядет чертом, за рога ухватится, лишь бы только поехать. Никакого подчинения нету. Ну и все, этим укончилось, бухотнял разум. Все. Давай-ка еще один пункт пройдем. Теперь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.